В Большом зале театра «Астана-Опера» состоялся гала-балет. В программу вошли по ДД из классических балетов, а также миниатюры отечественных и зарубежных хореографов. В ходе мероприятия балетная труппа театра впервые представила гран-па и знаменитого балета Александра Глазунова «Раймонда». Мы стараемся набрать темп, вернуться в форму, и поэтому в основном ставим гала-балеты, чтобы все солисты были заняты. Мы приготовили гран-па новая из балета «Раймонда». Раймонда здесь никогда не шла на музыку Глазунова. Это хореография Петипа, шили костюмы. В общем, хотим немножечко порадовать зрителей и себя тоже. Балет «Раймонда» является одним из самых романтичных и трогательных историй. Сюжет основан на рыцарской легенде про девушку, которая ждет своего возлюбленного из похода. Сложная в исполнении постановка повествуется под ритмы испано-арабской и венгерской музыки. «Здесь нет шанса себя проявить больше, как, знаете, сыграть, обыграть, потому что это же целая история. Здесь будет небольшой отрывок, но могу отметить, что это доблестный рыцарь, который бьется за свою любовь и в конце побеждает, как в классических сказках «Добро побеждает зло». К слову, коллектив труппы готовится к представлению не менее завораживающих постановок. Это комедийный балет «Капеллия» знаменитого хореографа XX века Ролана Пети и балет «Щелкунчик» Петра Чайковского. В Центральном выставочном зале Государственного музея искусств имени Абулхана Костеева было представлено свыше 50 картин известных художников Узбекистана. Экспозиция является собой фрагмент частной коллекции и посвящена памяти Анвара Бахтеева. Его творческий путь начался с беспредметной живописи реализма, а после ветвился, уходя в абстракционизм, дадаизм и сюрреализм, расширяя границы узбекского изобразительного искусства. Есть даже такое понятие «Узбекская школа живописи». Такое вот западноевропейское видение, точнее трактовка мира в картинах западноевропейское. Но сюжеты восточные, это восточный город, это та самая природа, которая в Узбекистане. Это различные типажи, образы узбекского народа. Здесь изображены в портретах этих узбекских художников, изображены люди абсолютно разных профессий, абсолютно разного социального статуса и так далее. Очень красиво передается именно архитектура, восточная архитектура в этих полотнах. Кроме Бахтеева, антология живописи Узбекистана демонстрирует творчество ряда художников, чьи имена известны далеко за пределами не только Родины, но и Центральной Азии. Работы многих из них украшают стены Лувра и Третьяковской галереи, открывая миру важнейшие периоды становления Узбекской школы живописи в течение последнего столетия. Столичный театр «Жастар» представил спектакль «Жибек» на международном фестивале мюзиклов «Тегу» в Южной Корее. В этот раз из-за пандемии артисты не поехали в Корею. Все отобранные девять постановок были показаны на YouTube-канале фестиваля. Впервые мы прошли студенческий отбор на этом конкурсе в 2014 году, а в 2018 мы получили путевку в финал фестиваля и были безумно этому рады. Этот конкурс стоит на втором месте после Нью-Йоркского фестиваля мюзиклов. Чтобы пройти в финал, мы должны были преодолеть несколько обязательных этапов конкурса, потому что этот конкурс является самым масштабным в Азии. Организаторы фестиваля, который проходит раз в два года, отобрали лучшие мюзиклы из разных стран мира и представили корейским зрителям. Известная казахская постановка была отобрана среди 300 мюзиклов из 61 государства. В постановке мы показываем культуру казахов, историю, национальные костюмы, музыку и инструменты. Этот самый казахский колорит и поразил всех зрителей. Они были очень заинтересованы и сильно удивлены нашей культурой. Опера, рок, казахская национальная музыка, сложные каскадерские трюки – все это есть в постановке «Жибек». Так, по решению независимых экспертов, отечественное произведение завоевало второе после Великобритании место в рейсинге фестиваля. Отметим, что жемчужину казахской драматургии посмотрели более 30 тысяч корейских зрителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова